Как это место еще называется? Бакота. Бакота. На тропике дуже схожи, дождь. Да точно, вон солото, вон солото, вон солото. Вот так, вон. Лежка такая, туча прошла прямо вот там, быстро прошла. Она сформировалась вот там, где у тебя горы. Туча прошла. Прошла такая коридор, вот сюда вот. Вот уже на ухо все. И так чисто. Уже за этот час сколько раз погода поменялась здесь. Какое-то прямо, очень аномальное здесь состояние. Очень такое. Там сходит, там же в реках дальше туда же идет, да? Это дико затоха. Да, да. Каньон такой, обалденный. Это водосховище. Это водосховище? Да. Да. Искусственное? Да. Тут затоплено село. Серьезно? Да, тут своя история есть. Аааа... Ще? Угу. Это для Киевской ГЕС? Нет, нет, это Дністровская ГЕС. Да. Да, тут, когда они ее строили, людей присылали. А вот эти скелы, они же были, это природные скелы. Да, природные, и тут, на самом деле, были такие овраги. Но тут все было поселено. Тут речка просто проходила, Дністерки. Очень глубоко вода нашла? Не знаю, не скажу. Может, до 20 метров, хотя точно не знаю. Это еще из Российского Союза строили. Они тут рассчитывали, людей отселяли. Но когда они здесь построили, здесь вроде бы утворился специальный экологический, природный зон, которая создает свой климат. И здесь новая флора и фауна уже утворились. Типа уникальны. Это же до ней уже пришло. Да, да, это 70-летние годы, кажется. Друзья, мы были в неправильной зоне. Очень интересная. Ростер и экологический. Эта штука была на звичайне. Если бы не было чего-то, бакота еще. Угу, так бакота. Угу, так бакота. Если бы еще тут не было, то камень у нас будет. Бакота, декаминский низко. Супер километра где-то 20, да? 30? Да, где-то 50. До 50 точно. Тут просто тут зарабатывались. Ну, так ж, так вот.